Всем здравствуйте дорогие друзья, с вами я Камарачи, в очередном видео я бы хотел показать что-нибудь интересное и такого, чего вы не знаете, но увы, я осёкся. Я не знаю, что вам показать, потому что я очень сильно гнался за навыком, точнее, использованием поводка, чтобы пойти половить густеру, но в итоге, в итоге, дорогие друзья, я... Ой, не та удочка, не та удочка, обидно. Это, наверное, лягушка клюнула. Я её просрал. И в итоге, я остался ни с чем, я пришёл, а густера уже там не клюёт, и я такой, блин, и чё делать? Вот чё делать? Вот густера не клюёт, что вам можно показать? Показать решил, где можно половить уклейку. Уклейку, лягушку на озере Старый Острог. То есть, кто не знает, где можно половить, вот примерно место. Пока что на данный момент самое, вроде бы, такое вот актуальное. Где можно половить... О, пошла, пошла лягушечка. Наверное, даже больше тут можно ловить лягушку, а не этот... Ох, нифига себе, там клёв. Опять лягушка, опять лягушка, ребята. Да, всё-таки, наверное, больше тут по лягушке пойдёт дело, но... На самом деле, я сюда пришёл за уклейкой, и где-то, наверное, минут сорок назад клевала более-менее уклейка здесь. Заброс, вот, как можете видеть, где-то на пятьдесят два, пятьдесят пять, ну, до шестидесяти. Вот так вот, на такое вот расстояние кидаем и ждём. У меня всего лишь две такие удочки, надо, в итоге, наверное, прикупить третью поплавочную. Хотя я даже не знаю, я сейчас, на данный момент, вообще не знаю, куда мне стоит потратить вот эти вот деньги. Я собирал себе на донку, и без понятия, честно сейчас, на данный момент я расхожусь в таких своих мнениях. Я думал, надо на донку, потом сейчас вот задумываюсь насчёт того, что, может быть, потратить спиннинг, снарядить, потому что на донку, ну, надо где-то два косаря. Там, если прям вообще чёткую собирать, то где-то три. А это очень много. Но вот два косаря, в принципе, я могу себе позволить. Ещё, да, вот, как вы видите. То три косаря, ну, не знаю. Кстати, я без понятия, сколько стоит лягушка, я не проверял. Но, может быть, она там под деньгом очень маленькая, но я половлю где-то с час, примерно, реального времени, и вам покажу, сколько мы с вами заработаем. Естественно, вот эту рыбу мы считать до уклейки, вот эту рыбу мы считать не будем, это мы её отдельно продадим. А всё, что будет после неё, все лягушечки, все уклеечки мы посчитаем за час реального времени и посмотрим, актуальна эта точка или нет. Но, я думаю, так как по клёву лягушки вы можете наблюдать, то, думаю, да, она актуальна. Забыл сказать про крючки. Крючки у меня стоят 20-е, крошечные, поэтому, кто не знает, давайте покажу. Вот, крошечный 20-й крюк на насекомую муху. Муху прям купил на строге, она здесь продаётся, хотя, хотя иногда можно за ней гоняться по разным другим водоёмам, и так её и не найти. Хотя, на строге мне повезло, я купил. Также, карамель 8 я один раз зашёл, она есть, я её купил. Хотя, бывает такое редко. Ну, в этот раз везение было на моей стороне. Ну, посмотрим, как будет клёв, ребята. Так что, оставайтесь со мной. Ребятки, как только я вам сказал, что всё чётенько, всё офигенно, у меня почему-то перестал быть клёв. Не знаю, идти точнее клёв. Вот, давайте сейчас поставим, поставим спиннинг и посмотрим, даже не знаю, вот, наверное, на акилу, может быть, полоем окушка, если будет всё хорошо. Будем смотреть, как окушок пойдёт, не пойдёт. Хотя спиннинг у меня самый простой, что ни на есть, я даже не знаю. Смогу ли я что-то на него прям впоймать такое, знаете. Может быть, я окушков никаких не поймаю. Но, в любом случае, часик реала мы с вами посидим и посмотрим по актуальности. Но вижу, что на удочке вообще ничего не клюёт. Это уже как-то печально. Мне это не нравится. Давайте мы их, наверное, перезакинем. Перезакинем. Возможно, рыба подтупливает. Или, может быть, что ещё подтупилось. Ну, кто его знает. Всё может быть. Давайте перезакинем немного. Вот. И теперь... Ну, ставь, что ты. Завис. Кинул, завис. Так, возьмём спиннинг. И попрём. 28-й кто-то апнул. О, это, конечно, крутяк. Глаз на проволоке. Офигеть, ребятки. Ну, и ник. Но зато чувак взял 28-й. Это... Это неплохо. Это даже очень неплохо. Итак, ребятки, наконец-таки. Первая поклёвочка. Окунёк. Окунёчек клюнул. Это просто великолепно. 347 грамм. Но пока... О-о-о. И заодно клюнула... И наша лягушка, уклейка. Но поклёвки очень редкие, если честно. Поэтому... Кто будет ловить на этом месте, именно вот уклейку, то я всем советую брать с собой спиннинг и ловить окуня. Потому что реально, что-то прям очень редко клюёт рыба. И... Естественно, просто сидеть и ждать не вариант. Лучше поблеснить, того же окуня половить. Может быть, какой-то крутой окунёк и зайдёт. Ну вот, мне, по крайней мере, попался. Ловлю вон на какую колебалку. В принципе, можете видеть сверху. Даже могу, наверное, вот так вот. Название, не помню. Экспресс фишинг фьюри. Т-10. Вот на неё. Кидаю под мостик. Примерно туда. Кустики, мостик. Ну и потихоньку ловим. Так, с приостановочками. Фракцион у нас 14-15. Мы вот так вот стараемся. Может, конечно, есть полуловисти и блесна, но... Я пока могу только советовать эту, потому что вот на вот эту я поймал. До этого что-то у меня не получалось, а хотя я пробовал. Другие блесенки, на них не фонтан. Клевало. По-моему, тут даже щука есть. О! Пошло дело, пошло. Ещё один окунёк. А те, видите, молчат, стой. Пока что. Ну, ничего. Время от времени клюют. Ну, только время от времени. Клёв тут почему-то редкий. Я думал, маленькая рыбка, она должна... О! Пошло, пошло дело. Лягушка-уклейка. Думал, она будет часто клюевать, но... Я немножко ошибся. Гляньте, какой зачётный. 110 грамм какой шкрыг. Куа-куа. Вообще нормалёк. Т-Х. Нормально. Итого у нас на данный момент... Ну, на данный момент 21 рыба. Ловим мы где-то чуть меньше получаса. Посмотрим, что будет у нас получаться. Так, в принципе, если будет клевать редко, то точка будет вообще печальная. Но по деньгам надо будет посмотреть. Если у вас, к примеру, только такие удочки, и вот такой вот начальный спиннинг, это же снасти самые начальные, то есть, которые вам при старте дают. О! Пошло дело. То я думаю, в принципе, можно будет прийти и тоже половить. Знаете, как сменить местность? Потому что карась, он надоедает. И надо что-то сменить, естественно. Какую-то обстановку, чтобы половить какую-то другую рыбу, то, я думаю, смело можно половить здесь. Но это мы с вами потом выясним, после того, как пройдет час реального времени, и мы посмотрим, сколько же можно заработать. Потому что на карасе можно около 100 золотых, точнее 100 серебряных заработать вместе с кафехой. А здесь я еще пока не знаю, сколько можно будет заработать, но обязательно проверим. А пока ловим. Ребята, клюнул монстрик какой-то. Я думаю, где-то за полкило точно. Гляньте, какой окушок попался. Все на ту же самую блесну. Ну да, почти кило. Вообще класс. Прям очень-очень классно. Блесенка та же самая. И все то же самое место. Поэтому пока что могу рекомендовать. Но клюет, главное, возле берега уже практически, когда подтягиваем, совершаются поклевки. А так, вдалеке, там, возле камыша, пока тихо. Главное, возле бережка почему-то. Еще одна поклевочка. И опять у нас на той стороне крючка сидит окунь. И причем, наверное, очень достойный. Смотрите, как мотает фракцион. Прям очень-очень достойный. Ой-ой-ой-ой-ой, лишь бы не оборвал. Лишь бы не оборвал. Блин. Я что-то сомневаюсь даже, что это окунь. Хотя, может быть. Что он там делает? Гад. А у меня там, по-моему, клюнула удочка. Да, другая. Эх. Возможно, окунь у нас и не получится вытащить. А не-не-не-не. Во-во-во-во-во. Потихоньку дело идет. Я думаю, это где-то килограмма, ну, где-то, за кило двести. Я думаю. На такой вот спиннинг слабенький. Такая поклевка. Хотя, я могу ошибаться. Чуть-чуть понизим фракцион. Тогда сможем поднять. О-о-о. Идет дело, идет, идет. Бьется вообще, сильно бьется. Надеюсь, мы его сможем достать. Гонки ужас какой, а. Не хочет и все. О-о-о. Пошел, 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 ребятки, наконец-таки. Сейчас, как мы его только выдернем наверх, будет полегче. Он и мотает, и мотает, гляньте. Патушка и мотает, и мотает. Сараза такая. О-о-о. Вот сейчас что-то пошло, пошло дела. Все, уже, уже не сматывает, уже устал. Это щука, ребята. Ё-моё, это щука. Офигеть. Это крутяк. Не думал я, что щучка возьмет. Но это щука. Вот это да. Это бомба. Наверное, под нее нужен подсак, я думаю. Давайте подсак. Офигеть, родная, сюда, иди, 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 иди. На 2 кило, ребята, щучка. Это просто красиво. Это красиво. Это просто бомба. Блин, советую я эту наживку, вообще всем, вот эту блесенку. Кидайте тоже туда. Ну, конечно, щучка, это опасно. Это надо спиннинг получше. А то так можно и все оборвать. Всю леску, все, все, все. Но малек пока по мальку у нас не фонтан, хочу сказать. Клюет он пока плохо. Не знаю. Он, наверное, лучше всего клюет днем. А почему так вечер он вообще испортился? Ну, сейчас вот так вот подкинем, будем смотреть. Может, еще что-то поймаем. А на данный момент вот у нас вот это есть. Вот вы сюда не смотрите. Вот начинает вот этой уклейки вот такой улов. И щучка. Я думаю, щучка зачетная потянет неплохо по деньгам. Очень неплохо. Поэтому, кто будет ловить малька, здесь я уклейку, лягушку советую всем еще и блеснить. Потому что это прирост дополнительных денежных средств. Ну и у нас осталось, грубо говоря, сколько? 13 часов. Нам еще, опа, смотрите, первая удочка у нас. Что-то есть. Лягушь. О, какая красота. Лягушь это красота. Не более трех удочек-то я знаю. Что-нибудь более трех. Ну, в надежде, что еще поймается что-то интересное. Я не против еще щучки какой-нибудь. Можно и маленькую. Щучка это хорошо. Ночь, ребятки. Наконец-таки что-то интересное. Ай, думал щука клюнула. Оно окунь. А то бить начала, как будто щука. Небольшая сечка. Ну, зато окунь достойный. 832 грамма. Неплохой окушок. Я думаю, по деньгам вот чисто на спиннинг спас. На самом деле. Потому что на мальке мы бы столько не заработали. Спиннинг прям вообще. Вывез. Все. Дорогие друзья, это у нас закончилось время, если можно так назвать. И сейчас мы посмотрим, сколько у нас получилось заработать на уклейке. На самом деле, больше всего денег нам принесла платва. Платва. Да. Оговорился. Нам больше всего принес денег. Это окунь. Что-то я за платву вспомнил. Лягушка нам дает 2 серебра. Продаем ее. Не понял. Что такое? Подвисло что-то. А, походу, это не считается. Игра, как всегда, вылетела из интернета, дорогие друзья. Наблюдаем, что у нас получается по рыбе вообще. Ровно как раз у нас получилось наловить зачетного окуня на 41 монету. То есть вы понимаете, да, что, во-первых, кафе нам так помогло. А во-вторых, только окунь. То есть только спиннинг. Получается, мы на уклейке практически ничего не заработали. Давайте вот это мы с вами продадим. Это у нас не считается. Это у нас рыба не считается. И 13.98. То есть вообще. Уклейка у нас зачетная по монетке стоит. Лягушка зачетная вообще мало. Место актуально только если ловить окуня. Если ловить зачет на окуня, видите, тогда будет вообще как-то более-менее. Следующую серию планирую сделать по фарму окуня. А там посмотрим. Поэтому, дорогие друзья, если бы без кафе, то было бы не очень актуально. Думаю, около монет 30 было. А так у нас получилось. Где-то 58. Поэтому всем спасибо за внимание. С вами была Камарачи. И всем до скорых встреч. Пока.